так добрый вечер друзья на проводе 143 вебинар четвертый год не даю вам покоя так значит для этого есть веские основания мне хочется чтобы каторжная работа была отменена и даже запрещена запрещена каким образом наверное с помощью массовой агитации да нет да это далеко до массовой агитации пока идем черепашьими шагами так специалистов вроде бы ученых среди нас единицы каждому берем особенно если они вот такие красивые и так значит друзья мои я не случайно сделал фотографию улучшил момент дело в том что несколько лет общения с этой девушкой привели к тому что ей не пришлось ни разу поверите нет взять лопату в руки тяпку не пришлось ни разу опрыскивать и вся до химикатами ни разу даже слан с водой ни как это могло случиться дело в том что за нас все работа выполняет природа это раз во вторых это самый важный момент вот один из моих постулатов звучит так чем больше мешается в дерево тем больше труда вкладываем тем хуже результат вот выброшенные деньги вот и я специально попросил разрешение у Ирины Александровны сфотографировать и показать что не все дни с утра до вечера в такой позе она провела но дело в том что каторжные работы выполнять не пришлось вот как живут деревья без нашего участия я ничего не утверждаю до конца не утверждаю сейчас покажу и так вот это вот сфере фотографии ну начну например отсюда вот почему потому что как можно вырасти дерево вообще не связываясь не участвую никак его развитие это надо умудриться а вот так смотрите сюда кстати обратите внимание линейка нижний край это прирост этого года заметьте не вот отсюда вот отсюда когда он нарастает это сразу учеба я вынужден чтобы потом люди не что-то голову морочь вот тут надо линейку нижний край было стать тогда получился бы где-то около метра а так получилось и линейка метр двадцать с хвостиком с гаком вот я специально так делал знаете почему когда-то я люблю поговорить послушайте такой притчей в одном из кальция зеленый фургон книга называлась а может и нет там была такая сцена к человеку надо было нанять возницу с лошадью с телегой до деревни спросил возница сколько до деревни километра тот ответил два две версты с гаком когда доехали оказалось ухак 8 километров поэтому я говорю вот здесь вот метр двадцать плюс гак вот и меряем отсюда сразу сходу я люблю такие разговоры в каком плане посмотрите вот здесь довольно развитые ветки казалось бы это ветки первого порядка это ветки второго порядка как они могли за несколько месяцев так вырастить а вот так вот я противник смертельные обрезки в середине лета и даже прищипание но об этом мы поговорим ниже это все выросло за одно лето видела это все весной и начале лета и середине лет она подтвердит и так значит к этому дереву не подходили не поливали не удобряли не опрыскивали не делали ничего вот вот отсюда пошли вот эти ветки ну и дальше по аналогии а уж побыстрее это у нас слива абрикос персик видели это все нижний край линейки там где пошел побег с этого года с почки черный абрикос а это сеянец сеянец тут сложнее глинистая почва и только вот на этот третий год сеянец пошел в рост нормальный рост видите но это целиком это от земли замер идет от земли они от этого нет нет побега вот еще опять где-то под полтора метра прививка черешни на не просто на вишню на который мы называем корневой отводок да ну там метре двух от мамы вот а именно на корневой отводок то есть у нее корни немного слабее но все остальное настоящее вот именно это демонстрация идет на корневой отводки уже таких результатов не добьешься я имею ввиду мой соборосов спасибо такие подчеркиваю это корневой отводок вот все что вы видели раньше это были какие подвои правильно сеянцевые из косточек вот еще один посмотрите где он держит линейку посмотри какая высота молоденького саренца которого второго три ассанны узнаете нет вместе пахали то же самое есть близко тени от этого от соседского участка огромные деревья вишни и не только вишни заслонила полдня три дня от солнца поэтому они стремятся расти вверх целиком не только от прирост но ниже видите вот голый штаб это благодаря тому что совершенно рядом тетень это так бывает вот еще вот еще ну здесь два метра вот еще вот еще судите сами это все просто за угодно еще полтора метра полтора метра это все за неполное лето так дальше пока не будем вот и остановимся на следующем вернемся назад так что получается нормально получается значит как-то не вяжется с этим я потом ниже буду показывать показывать огромная статья большая что там только нам не придумано садоводом что там наворочено дерево еще не болеет она еще вот такой как у меня даже может быть у вас такой нет надавлять искалечить и потом надо совсем пылом наброситься на и лечить лечить вот это две они разные подходы они противоположны или мысленные сады или они время веду не только всех вас вот те кто меня слушает не так то много как распространить на всю страну не знаю вот итак перед вами работа в саду железа по залежа символ нового садоводца без каторжного труда фото в студии фото я вам показал